Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений Корсакин, я юрист в сфере недвижимости. И сегодня мы принимаем квартиру в новостройке. Делать я это буду не один. Вот, мы пригласили, точнее, я обратился в стороннюю организацию, пригласили технического специалиста, проще говоря, приемщика, который приедет со специальными приборами и будет осматривать квартиру на возможные недочеты, дефекты, недостатки и так далее. Соответственно, все это надо будет фиксировать в акте. Если такие недостатки и дефекты будут выявлены. После чего мы должны будем подписать акт приема-передачи со стороной компании-застройщика. Важно! В случае выявления существенных недостатков в квартире, акт приема-передачи лучше не подписывать. В случае выявления несущественных дефектов, акт лучше подписать. Вместе с тем подписать акт осмотра, с которым можно будет обратиться потом в последующем к застройщику, для того, чтобы они исправили эти недочеты и недостатки. Либо, если они это не сделают, можно будет обратиться с этим актом в суд и, соответственно, взыскать денежную компенсацию. Я сижу в машине, жду приемщика. Скоро он прибудет и мы уже пойдем принимать нашу новостройку. А перед тем, как мы оправимся в квартиру, хочу сказать, что в студии 22 квадратных метра была выявлена огромная куча недостатков и недочетов. В общей сложности приемщик насчитал 31 недостаток, который необходимо будет исправить. Ну, а мы перемещаемся в квартиру с представителем застройщика и с приемщиком. Обратите внимание на дефект покраски потолка. Обратите внимание на швы. Где-то толще, где-то меньше, где-то вообще плитка неровно скачет. Клей, клей мало. Вот одна нормальная. Вот это нормальная. Вот пустота. Вот пустота. Между делом замечу, что обычный человек, строительно неподкованный, на фоне радости приемки квартиры, не заметит в квартире очень много мелких недостатков и дефектов, которые в последующем выливаются ему личными вложениями и тратами на устранение таких вот недостатков. Продолжение следует... Продолжение следует... Обратите внимание на мастерство. Продолжение следует... Продолжение следует... ну почему так до сырости далее может быть даже от сырости скорее всего от сырости вот здесь уступает более двух двух миллиметров пишется протечки смесителя не закреплен так здесь уступ есть фотка тоже уступчик сейчас надо бороться ставим на пусто проверяем печки он открыт будет потом сама будет снимать да или надо смотреть что тут как как они будут делать вот 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 что экран мне кажется криво висит он не закреплен вот так это немножко покосился долго уходит вода вообще стоит а зачем так делают это просто мне меньше кидают этой кличные плиточного клея просто меньше кинули даю поставили не заморачиваются что то что тоже да здесь вот здесь а стук более двух миллиметров я сейчас угольником покажу и разночет есть вот она вот она ну как не пустой вот так должна двигаться правильно все 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 склеены начали сейчас склеить нормально это же обои да или краска да под покраску по-моему до трех раз да вот штука ну да кроу вот сколые царапинки мелкие нарезки угу угу ну да так некачественный откос так некачественный откос трещина между рамой откоса вот это вот что ли а трещина между откосами и вон наверху что труда неплохо espí это куда п два в Сарапина на ламинации. А с этим что делаю, Саш? Обычно переделаю? Да. Моя задача указать. Где просадка? Вон воздух. Видно? Ааа. Сейчас. Ага, сейчас. Ага, сейчас. Ага, сейчас. А, можно сейчас так надо делать? Ага. Зафиксируем более двух миллиметров. Ага. Еще не зарабим. Вот, есть. Ага. И углов здесь нет. Вот так стены. Ну, все нормально, да? За исключением кухни, там, конечно, существенно, косяк. Да, вот именно кухня. Ладно, там комната, да? Комната, ладно. Здесь вообще гула нету полностью прям. А не впритык? Ага. Обалдеть. Вообще. Оно уже видно. Ну, да. Это тоже надо, да? Вот так получается здесь. Ну, надо, не надо. Ну, понятно, да. Если здесь карниз повесится, оно как бы... А если там подмекает, то надо. Ну, да, там, да, 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 да. Это прям существенно, потому что как там кухню поставить? Да, там, да. Ага. На стекле, да? Ага, две штуки, да? Царапины. Да, 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 да. Неаккуратно, видимо, что-то там, да, да. Он может. Это, получается, менять надо. Стекло. Уже ничего с ним не сделаешь. Ага. Сейчас. Прям слышно. Ага. А, понял. Вот она, царапина на раме. Где? Вот. Ага. Вон, прям видно. Ага. Трещину видно. Некачественные откосы. Ага. Ну, в целом, нормально. Ну, я имею в виду. Ну, за исключением, да, вот этого. Ага. Да. Я понимаю. Угу. Я говорю, как бы не подготовлен глаз и не заметят нифига этого, да? На фоне радости принятия квартиры многие люди, наверное, там, оп. А потом жить начнешь, а начнешь сталкиваться. Да, да, да. Это менять. Окно одно поменять. Какие сейчас окна дорогие. Сейчас вот столкнешься. Одно окошко поменять. Даже 50 тысяч минимум. Просто одно окошко вот такое вот. Пустота. Идем дальше. Пустота. О! Это вообще пустота. Ну, сразу слышно. О! Затирки нет вообще. Ага. Как-то. Чуть-чуть золой ваза будет, яйца. Да. Чуть-чуть золой ваза будет, яйца. Затирки нет. Угу. Ага. Так царашей нет. Угу. Работает, да? Да. Работает, да? Да. Я представляю, да. Я заблудился. Дом 12, да? Можно просто покажи? Угу. 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 Сейчас вот Вообще то, что раньше сроков сдали, на 5 дней раньше сроков, это конечно большие молодцы, потому что редко такое встретишь. А где горячий холодный, это холодный? Это холодный? Я понял, а сколько вообще такой процесс стоит у вас? Процесс стоит от выигранной суммы 15%. То есть сейчас мы ничего не платим, только по результатам. Мне конечно приятно, что квартиру по факту передали на 5 дней раньше срока указанного в договоре долевого участия. Я подписал акт прием-передачи вместе с дефектовочным актом, то есть с актом осмотра квартиры, в котором приемщик указал все недостатки и дефекты. Обязательно, когда будете подписывать акт приема-передачи, делайте сноску в качестве приложения на дефектовочный акт в передаточном акте. Обязательно это очень важно. Ну, соответственно, с двух сторон подписать и тот и другой документ. То есть вы своей подписью как дольщик и компания застройщик подписывает эти оба акта. В целом впечатления застройщики ДСК-1 у меня хорошие. Я пообщался с ребятами, спросил, сколько будут они времени устранять эти недостатки и недочеты. По закону срок отводится 60 дней на устроение, но они могут это сделать раньше. Я спросил у них в кулуаре, какова практика устранения недочетов у них непосредственно. Ответа ясного я не получил. В офисе заселения, когда подписывал документы, спросил у девушек. Они мне также не сказали, ссылаясь на срок 60 дней. Но посмотрим, как они поведут себя. Если они устранят недочеты раньше, это будет здорово. Опять же, очередной плюс этой компании. Если они будут тянуть 60 дней, конечно, будет не очень хорошо. В то же время я могу пользоваться квартирой, завозить туда какую-то технику, мебель, складировать там. Но неценные, так сказать, предметы, потому что там будут находиться люди, подрядная организация, которые могут там что-то цену украсть. В общем, еду с полным пакетом подарков. Подарили шампанское, систему «Умный дом», такие приятные там папочки, блокнотики, ключницы, такая коробочка специальная под ключи. Конечно, ну, вроде бы мелочь, но приятно. Все равно это очень приятно, когда такие подарки дарят. Просто со мной это впервые. Новостройку я принимаю не первый раз, но вот такие подарки получать от ТСК-1 оказалось даже очень приятным. И еще застройщик помог с регистрацией права собственности на квартиру. Эта услуга тоже абсолютно у них бесплатная. По факту я заплатил только 2000 рублей. Это госпошлина в Росреестр по регистрации. Собственно, все. После чего через 7 дней мне на электронную почту придет выписка ЕГРН с подтверждением моих прав собственности. Это тоже очень приятно, потому что другие компании, например, берут за это деньги. И в довершение сегодняшнего дня я направился в управляющую компанию, подписал с ними договор на обслуживание. Так, давайте еще раз. Подписывать акт или нет? Значит, в случае обнаружения недостатков, а такое бывает практически в 90% случаев, есть два варианта. Первое. Не подписывать акт. Застройщик должен устранить выявленные дефекты безвозмездно в течение 60 календарных дней. Ключи в этом случае вам пока не дадут. Второе. Подписать акт с условием устранения дефектов. Срок устранения дефектов те же 60 календарных дней. После завершения работ застройщик обязан пригласить вас для подтверждения факта отсутствия недостатков, который также нужно зафиксировать в передаточных документах. Нужно будет также подписать акт осмотра, он же дефектная ведомость или дефектовочный акт. Подписать акт осмотра должны стороны, указанные в договоре долевого участия. Обязательно проверьте доверенность на менеджера, который будет подписывать ваш акт. В документе должно быть написано, что сотрудник может это делать от имени застройщика. Значит, перед подписанием акта приема передачи внимательно читаем. Например, застройщик может включить в акт фразу о том, что вы не имеете претензий по срокам передачи объекта долевого строительства. Такой пункт могут списать, если есть просрочка передачи. Если планируете получить неустойку, то требуйте удалить этот пункт из акта. И только после этого подписывайте приборы, которые должны быть у технического специалиста. Когда вы будете искать и обращаться в стороннюю организацию, проговорите это по телефону. 1. Индикатор напряжения. Этот прибор проверяет розетки. 2. Тепловизор. Устройство, с помощью которого можно предотвратить ЧП с проводкой. Также с его помощью проверяется качество окон и теплоизоляции. 3. Лазерные построители плоскостей. Например, ваши стены могут выглядеть ровными только на первый взгляд. А потом, спустя месяц, ваш дорогостоящий встроенный шкаф-купе начнет разваливаться. И вы даже не поймете, в чем причина. Но с лазерным прибором вам не грозят такие бедствия. 4. Анимометр. Измеритель скорости воздушных потоков в доме. 5. Даль номер. С его помощью определяют габариты помещения. Нередко случается так, что дольщики доплачивают по факту увеличения площади при приемке объекта. Но бывает и так, что площадь становится меньше, а застройщики эту информацию могут скрывать. Поэтому в последующем вы сможете потребовать финансовых возмещений. Спасибо, друзья, что смотрели этот ролик. Буду рад вашей подписке. Буду рад, если поддержите лайком. До новых встреч. Увидимся в следующем ролике.